Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада, что вы вернулись на мой канал. Меня зовут Оксана. Я не знаю, слышали ли вы, что такое акваборд. Вот у меня есть несколько вот таких панелей. Это такая, типа, как прессованная клееная бумага. И с этой стороны она покрыта для акварели. То есть вот эти акваборд делают для акварели. Вот такие вот маленькие штучки у нас дают бесплатно. У меня их штук 10. Я уже парочку попробовала, но это было давно, я уже не помню. То, что вы будете видеть на экране, это маленького размера. Это досточка, она, ну, сантиметров 10 на 10, наверное. Я их сейчас так рядом держу, чтобы был контраст. Тогда камере легче фокусироваться. Когда у меня все белое, то я не могу настроить камеру на хороший автоматический фокус. Так, ну что, начнем по-мокрому. Смотрим, как это будет себя вести. Уж надо было синтетику взять, потому что у нее все-таки более такая жесткая поверхность, не такая, как у бумаги. Ну, я пытаюсь так... Пытаюсь притрагиваться нежненько. Какая вся мокрая. Ну что, я в последнее время отделала небо. Там пару видео уже есть по небу. Думаю, что и это будет небо. После мастер-класса с Альварой Кастанет у меня не осталось ультрамарина и жженой Умбры. Вернее, есть только чуть-чуть. В общем, я буду использовать кобальт. Кобальт вообще-то в начале обычно не используют. Но... Что делать? Будем использовать. Она, конечно, слушается больше, чем на бумаге. Но это, может, и плохо, да? Потому что мы хотим, чтобы оно текло. А оно не течет. Готовлюсь я, чтобы рассказать вам о мастер-классе Альвара Кастанет. Время нужно какое-то все это осмыслить, чтобы все это утряслось в голове. Потому что после его мастер-классов надо несколько дней отходить. И от информации полученной, и от напряжения, что ли. Так. Это, кстати, чуть-чуть у меня ультрамарина все-таки есть, но он грязный. Грязный от Джоной Умбры. Тут светлее пусть будет. не знаю, нравится мне это или не нравится. Даже не знаю. что, вот здесь будет небо, куски. Посмотрим, оно впишется или нет. Потому что краска, что мокрая, может, надо было подождать. А я хочу сразу, да? Как всегда. Ну что, это эксперименты, так что... Ой, как красиво потекло. Видите, как по границе прям пошло. Давай, сюда иди. Так, и теперь тут краску погуще. Иди сюда. Интересные эффекты. Теперь вот здесь будем вытирать, если эта кисточка это сделает. Надо сейчас другую взять, она сильно... сильно чёткая. Такие дела делают мягкой кисточкой вообще-то. Эти кисточки, которые у меня от фирмы Рублёв, это хорошие кисточки, но они всё-таки не такие уж и мягкие. То есть они хороши для определённого вида. Видите, тут эффекты интересные получаются, которые на бумаге не получаются обычно. Это у нас как будто бы... Как будто бы тучи здесь врезаются. Хотела ландшафт вот здесь сделать, да? Вот теперь вижу, что будет не ландшафт. Это мне не нравится. Сейчас будем это усветлять. Будет океан. Думала ландшафта. Будет океан. Да, не нравится мне это... Это дело. Ну, может уж и я просто не умею. Что она не... Не бумага явно. Вот эти места, которые красиво выходят, их трогать нельзя. А вот тут я хочу, чтобы была тучка. Я её вытираю. Я её вытираю. Чуть бы сильно не залазить на красивое место. Так, ну что, вот это у нас, по идее, небо. Кусок неба. Вот так оно как-то интересно смотрится, что нет ощущения, что это небо. Так, вот здесь. Здесь проводим горизонт. Хе-хе, высохло уже. Ничего себе. Не вытирается. Прикол. Ну, надо же. О, сейчас вытирается. То есть, надо достаточно несколько мазков сделать. Всё равно не вытирается. Чисто не вытирается. Ну, эффекты интересные, конечно. А что, если побрызгать? Чё будет? Реагирует? Тяжело сказать. Что, вот здесь пойдёт волна. Да, реагирует, вытирается. Я уже думала, всё. Уже думала, придётся гуашь использовать. Знаете, по-английски это слово «агва» и «вотэ», вот когда говорят «вотэкало», они имеют в виду сразу всё, что разбавляется водой. И иногда нельзя понять, что это они говорят об акриле, или об акварели, или гуашь, или там другие какие-то способы, которые, которыми можно разбавлять краску. Так что, если это акваборд, это может имелось в виду для чего-то ещё. Имелось в виду, что насквозь не промокает. Да, то, что выходит на бумаге, не выходит на этом. Вот это безобразие водяное надо сделать. Так. Краска сильно светлая для этого и сильно голубая, но зато красивая. Знаете, на самом деле, вот это обычно светлое, а вот это тёмное. Я сейчас так и сделаю после того, когда тут песочек будет просвечиваться. Так. Как люди миниатюры пишут. Это ж так тяжело. Даже взяться не за что. Так, а так, пониже. Ай, какой голубой. Тут кое-где уже пойдут волны маленькие. Вот это красиво соединяется, пусть будет. А вот тут кое-где будут видны волны. Лучше нормальной, обычной бумаги нет ничего. Я вам так скажу. Это всё хорошо, но самая простая бумага намного лучше. Не простая, а хорошая. Вот эта часть называется глаз волны. По крайней мере, в Америке это называют глаз волны. Да, чтобы она больше. Обычно эта часть такая светленькая. Туда солнце попадает. Она светло-зелёная. Сейчас мы сюда зелёненькие сделаем. И вот здесь, вот она обычно темнеет сразу. Сразу. Вот так. Вот здесь, на самом верху, обычно волны уже нет. Пены уже нет, она лопается. А дальше мне приходится звук записывать на другой микрофон. Так как вы понимаете, моё видео было прервано. Ну, вернее, оно не было прервано, но просто что теперь лишние разговоры на заднем плане. А вообще мне, чтобы что-то спокойно делать, чтобы меня не прерывали по несколько раз каждые 10-15 минут, то мне надо из дома уходить. Но так как сейчас такая ситуация с этой короной, что всё закрыто, все студии закрыты, везде, где какие классы были, всё закрыто, приходится набираться терпения. И вот посмотрите, что получается. Там, где небо я начинала делать кобальтом, оно плохо вытиралось в самом начале. А вот теперь, там, где небо сделано другой тёмной краской, и вода на заднем плане сделана этой же голубой, вернее, синей краской. Этот цвет называется Royal Blue, и, по-моему, это Халбайн. Как по-русски говорят, Галбин. И вот там, где я хотела разбить эти параллельные линии, чтобы они не были такие чёткие, где я прикоснулась кисточкой с краской, для того, чтобы эта краска начинала затекать, и так получилось, что там краска снялась. Получается, что этот Royal Blue стирается очень легко вот на этой штучке, которая называется Акваборд. А кобальт почти не вытирается. Хотя, возможно, здесь есть ещё одна... Hello! Возможно, есть ещё один секрет, потому что первый слой краски наносился на чистую поверхность, и эта поверхность, возможно, сразу прилипла к этой краске, вернее, краска к этой поверхности. А потом второй слой, вот эта тёмно-синяя вода, уже накладывалась сверху на кобальт, и, возможно, поэтому эта краска вытирается больше. А вообще-то мне, честно говоря, всё равно. Из любой ситуации можно выкрутиться. Я сейчас наношу этот же Royal Blue, только такие густые мазки. Это тоже будет показывать, что там какие-то волны. Вот здесь впереди я тоже хочу показать кое-какие всплески воды. Это всё естественно, условно, просто какие-то линии, которые могут обозначать всплеск воды. А также пену, и мы чаще не видим пену хорошо, видим тень от пены, которая идёт прямо вот по глазу. То есть она растягивается вот в этот подъём воды. В каких-то местах она будет и вправду светлая, но в каких-то местах она будет достаточно тёмная. Не знаю, как вам грануляция, вот здесь в небе вот все эти участки, видите, как будто покрылись маленькими тёмными точечками. Вот эта поверхность это делает. Она заставляет любую краску гранулировать. Но чтобы эту грануляцию видеть, краска должна быть очень разбавленной водой. Ну, не очень-очень, но где-то на 50%. Вот там, где Royal Blue у меня достаточно густой, то грануляции нет. А вот в небе, где я уже добавляла больше воды, уже видна грануляция. Вообще-то сейчас, когда я смотрю на участки, которые полностью высохли, то они мне очень нравятся. Вот все эти подтеки в небе, вся эта грануляция в небе, потом часть голубого неба, которое уже высохло. Да и даже сам океан, вот соединение неба и океана, там, где горизонт, вот эта размывчатость, это ведь все само собой получается. Ну, что ж, еще чуть-чуть, еще парочку маленьких деталей. То, что я сейчас навела, все эти темные линии, это, по идее, тень от волны. Волну в некоторых местах видно, в некоторых нет. А теперь вот здесь такие незначительные темные полосы, которые обозначают тень от пены. Я я когда-то давно ходила на занятия к художнику марианисту, и он, кстати, в Америке достаточно знаменитый, его зовут Бак Палсон, и вот он учил, как рисовать эти волны, океан, и он говорил, что вот эту пену и тень от пены внутри волны обычно рисуют, как буква С в обратную сторону. И это потому, что если нарисовать правильно на букву С, то все будут видеть, что это буква С. Но когда ее рисуют на волне в зеркальном отображении, то кажется, что так и есть, что это какие-то там линии на воде, что это тень от пены. Ну что ж, вот и все, работа окончена. Если кто-то когда-то пробовал этот материал, это акваборд, то обязательно оставьте комментарий, напишите, как оно вам, понравилось или нет. Я честно не могу сказать, нравится мне это или нет. У меня вообще вот таких бесплатных штучек очень много. У меня есть холст, по-моему фирма Фредрикс. Все хочу попробовать уже лет пять, наверное, лежит этот холст. Ну что ж, все, на этом я буду закругляться. Спасибо всем за внимание, спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца, а также всем, кто оставил такие замечательные комментарии к моему предыдущему видео. Это всегда приятно и это всегда придает мне хорошее настроение, помогает мне вдохновиться, чтобы снять следующее видео. Вот теперь все. До свидания, удачи вам всем и возвращайтесь на мой канал. . Пока. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...